Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 16 лет. Я все-таки учусь, пытаюсь и чисто играем ради интереса. Под доп заданием у нас с вами заставить призрака потушить свет, свечу и, так скажем, фонарь. Спугнуть при помощи благовония, пока он будет за нами бегать. И опять же сфотографировать призрака. Я не знаю, в принципе, выйдет у нас это или нет. Но попробовать стоит. Играем мы с вами в маленьком лагере. А также будем с вами пытаться понять, что это за привидение. Надеюсь, небольшая минутка, так скажем, рекламы. Я надеюсь, что все подписались уже на мой телеграм, на остальные соцсети. Поддерживают меня своими пальцами вверх, читают все соцсети. Поэтому давайте начинать. В принципе, берем с вами крестик, берем с вами МП. Берем с вами, я думаю, камеру и больше нам ничего, в принципе, не надо и в карман-то не влезет. В принципе, ладно, поехали. Давай, открывай эту дверцу. Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать. Кто-нибудь бы вот так мне сказал в этом лагере, я был бы очень признателен. Но, увы, увы и ах, что имеем, то и имеем. Так, давайте пытаться понять. Здесь снычки нет. Нихера здесь тоже нет. В принципе, тоже тут ничего не видать. А что сейчас хрустнуло? Ладно, допустим. Хм. Призрачных огоньков пока от слова совсем не видать. Здесь тоже ничего не видать. Так, давай посмотрим внутри. Тоже ничего не видно. Ладно, давай включаем тогда гейнер. Чего, блядь? Ты же была закрыта. Хуйня какая-то, не понял. Ладно, допустим. Может быть, ты все-таки где-то в другом месте. Пока что палатка для меня очень сомнительно, так скажем, дернулась. Но посмотрим, что дальше. О. Здравствуйте, товарищ. А вы здесь летаете все это время, оказывается? Ты же только что летал. А, вот ты где. Ну, значит, мне показалось. Товарищи, мы с вами увидели. Призрачный огонек, я думаю, заметили все. Поэтому пойдем с вами за остальными предметами. Будем выявлять засранцы, кто это у нас все-таки может быть. Так, берем тогда с вами... Что нам надо будет-то вообще? Фонарь, сфоткать и жертва. Ладно, возьмем, получается, книгу. Возьмем радио. Возьмем лазер. Попробуем с ним сначала поговорить. В дружеских, так сказать, отношениях. Может быть, товарищ скажет нам пару ласковых. О, тут козь даже лежит, забавно. Ну, ладно. Все под рукой, так сказать. Ну, откинем здесь блокнот. Пойдем, мовнем свет. Потому что свет, в принципе, пока не нужен, чтобы поговорить с ним. Так как, если я здесь нажму, он просто дальний включит, а не то, что нам необходимо. Вот. Так, давай поговорим. Ты у нас прямо здесь летаешь. Ага, спасибо. Спасибо, многословно. Я все понял. Ты более-менее четко объяснил, что ты все-таки у нас здесь. Свет включаем. Этот тоже врубим. Пойдем за остальными предметами. На данный момент мы имеем с вами радио и призрачный огонек. Ну, смотрите, в чем подвох. А если мы с вами ставим, получается, радио и призрачный огонек, то есть большая вероятность, что это будет все-таки мимик. Потому что мимик, падла такая, любит ставить эти призрачные огоньки просто так по приколу, чтобы поугарать над нами. Поэтому призрачный огонек мы с вами пока что не будем ставить. Попробуем с вами разобраться в данной ситуации, что это у нас за мошенник такой все-таки. Может быть, он нас обманывает, и это все-таки мимик будет. Так что давайте пробивать. По-другому у нас никак. Что ж, кидаем сюда. Врубаем. Крест еще один добавочный. Вот сюда кинем. Так. Товарищ, можете пройти на соль? Так сказать, оставить свои следы в этой жизни? Или после своей жизни? Я, конечно, вижу вашу кость. Ноги, наверное. Но может все-таки это... Так, мне показалось, или кто-то прошел на лазерку? Угу, ты прошелся. Блядь, светом заморгал. Ультрафиолета нет. Или он опять не отображается. Но сделаем все-таки, что его нет. Но это точно не мираж. Мираж бы у нас не прошелся абсолютно вообще по соли. Давай его вычеркиваем. Но есть призрачный огонек. А, ну смотри. Ну тогда мимик уже отпадает. Ну допустим. Ставим вот так. Мара Юкай Он Рио. Веселый набор. Здесь как бы атакой мы с вами и не поймем, кто это. Поэтому надо нам брать с вами направленный микрофон. Попробовать поговорить. Хотя нет, направленный нам тоже ничего не даст. Надо скорее всего сейчас с остальными уликами его доканывать. Чтобы определить все-таки, кто это. Есть вероятность, что была лазерка. Я просто ее не заметил. Но давайте все-таки попробуем с вами убедиться в этом. Поставим еще дополнительно вот сюда вот так один. Вот прилепим. Вот так замечательно, я думаю. И температуру померяем. 4 градуса, 5 градусов. 5,8. Сгибался что ли? Блять. Так. Тут ничего нет. Интересно. 6 градусов. Блять, свет оффнул. Надо пойти обратно включить. Генератор любит выключать. Это уже точно значит не... А, ну у нас его и нету, Джинет. Блять, прям вилки столовые кидает какие-то. А где ты кидаешь-то, блять? Съебался что ли? А, ты здесь кидаешь. 5,3. 4,8. 7,1. Свет-то моргает. Блять, ты где? Ёпта, блять. Ах ты сука, блять. А я все равно нахуй фонарь принесу, блять. Будешь знать. Свет тут, блять, свой тушит. Скотина такая. Где у меня фонарь, блять? Тебе покажу, блять, темноту он хочет. Сука, смотри у меня, блять, фонарик нахуй. Ты его мне не выключишь так. Вот так вот, блять. Что ж ты такой? Ты штору трогал? Ой, что, блять, эту палатку? Блокнота тоже нет. Честно говоря, я вот не знаю, как здесь прятаться в этой карте вообще. Потому что прятать на их мест от слова тут, ну, совсем нет. Чё-то минусом, короче, вообще и не пахнет. Скорее всего, минус мы с вами сейчас вычеркнем. И будем дальше логически думать, кто это есть. Смотри. Выключил нам свет. Что, в принципе, как бы дает знать о себе. Минусы нет. Записи блокнот нет. А холи Юкай-то, блять? Я думал, это Мара. Хорошо. Если это Юкай. Юкай близко. Звук вашего голоса разозлит его. Повысит вероятность нападения. Во время охоты Юкай слышит только тех, кто находится рядом с ним. Угу. Но должна быть лазерка. Так, ну давайте посмотрим лазерку. Может лазерка все-таки была. Может я все-таки ее видел. Блять, расположение камеры, конечно, дерьмовое выбрал. Так, ну смотрите. Я, в принципе, посмотрел долгое время. Лазера я так и не увидел. То есть, и как и минусовой. Вот теперь у меня остается вопрос. Действительно ли у нас нету минуса? Ну смотрите, записи точно нет. Там как бы блокнот лежит. Радиус у него довольно большой. И как бы ничего, в принципе-то, и не происходит. Так, ладно. Давайте попробуем с вами составить его свет потушить. С благовониям я хер знает, что выйдет. Схаваем тогда, получается, вот это. Возьмем вот это. И камеру выбросим. И возьмем вот это. Так, наш набор юного, так скажем, человека, который ищет привидений. Так, ну что у нас здесь, например? Доски Луиджи вроде нет. Хорошо. Блять, он уже здесь что-то кидает. И палатку дрочит. Пинтачки тоже нет. Что, карты что ли? То ли трубочки, то ли что кидают здесь, блять? Не совсем я понимаю. Он что-то прям это... Какую-то хуйню творит. Грубо говоря. Ну и прятаться я понятия не имею вообще где. Карты Таро, кстати. Карты Таро. Хорошо. Допустим, у нас есть карты Таро, но... А прятаться-то, блять, где? Вы что гоните? Тут прятаться вообще негде, блять. Вот это вот? Но это не прятательное место. Он тупо меня здесь увидит. Пиздец. Тут вообще негде прятаться. Ребят, вы что гоните? Как я должен от него спрятаться? Здесь ничего нет. Хуеть, блять. Здесь тоже нет. Только здесь. Но это хуйня прятательное место. Он меня сразу увидит, как только я охоту сделал. Я не успею добежать. Не, ребят, это полная хуйня. Если я начну проклятую охоту, меня тупо съедят, блять. Можно в толчке отсидеться, конечно, но не факт. Может быть здесь есть прятательное место? Нет, здесь прятательного места нет. Здесь он меня тоже достанет. Но здесь негде прятаться. А если мы будем, кстати, карты раскидывать в прятательном месте, он нас есть или нет? Мне кажется, что да. Ладно, в теории, давай попробуем. У нас, в принципе, кресты лежат. Если он место не поменял, если он место не поменял, мы с вами сможем его, в принципе, отогнать от себя. Следовательно, второй крест у нас здесь. Здесь прятательное место вот. Ладно, была не была. Давай тогда в костре лучше. Точно наверняка. Фу, блять, погнали, короче. Будем пробовать. Сыграем хоть в карты. Луна, дурак. Ага, спасибо, блять. Колесо фортуны. Ноль рассудок. Замечательно. Башня. Хуй знает. Фортуна. Максимум рассудка. Пермит. Тоже хуй знает. Фортуна. Опять минус рассудок. Минус рассудок. Дурак. Плюс рассудок. Плюс рассудок. Блять, ну даже карты бесполезны, слушайте. Ну это полная хуйня. Я ожидал чего-то лучшего от этих карт, если честно. Ну типа у меня 100% снова рассудок. Карты типа хуйня. Сфоткать. Ну, блять, он даже и не появляется, как бы так сказать. И спугнуть при помощи благовония. Но тут физически негде вообще прятаться, блять. Да, есть вероятность спрятаться как бы вот там вот в палатке. Но как показывает практика, чаще всего он там тебя просто отлавливает. Поэтому давайте логически попробуем. Посмотрим. Вот вообще у нас есть Юкай и Анрио. Анрио получается, когда огонь потухнет, может напасть на вас. Когда ему угрожает опасность, этот призрак охотится реже. Ага, то есть ты типа от факелов у нас, да, бесишься? Ну допустим, давай поставим тебе факела. Здравствуйте. Блять, у меня фотика нет. Подожди секунд, пожалуйста. Я сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас, 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 сейчас. Так, так, так. Так, фотосессия, подождите, пожалуйста, комсомольская правда, дайте я вас сфотографирую, но помить. Вот, вот так, вот так. Вот, еще, ну, подставляйте, ну, последний-то надо было, ну, господи. Эх, хоть что-нибудь успел. Следы соли, кость, взаимодействие, призрак. Спасибо, господи. Вот, замечательный товарищ. Лучший работник этого лагеря. Посмотрите, он нам, в принципе, ответил на вопросы. Фотографии он нам дал. В радио с нами поговорил. То есть, ну, ну, это прям замечательный, чудесный призрак. По-другому-то и не сказать. Ладно, не будем его дрочить охотой. Просто логически попробуем с вами подумать, что это все-таки Йокай. Потому что за все это время, пока горит костер, он его не потушил. Никак не на нем ничего не делает. И как бы мы вообще срать на него абсолютно с высокой колокольней, я бы так сказал. То есть, а Йокай бесится как бы от звука. Но звук он, в принципе, наш не слышит из-за того, что у нас с вами кнопочный вариант. Но, может быть, это, конечно, тоже как-то связанно работает. И хер его знает, короче. Ладно, чисто логически давайте попробуем Йокая. Посмотрим. Надеюсь, что это будет Йокай. Надеюсь. Хороший призрак, добротный прям. Добрый Джозеф Марш оказался. Все-таки это оказался Йокай. Ну, вот прям замечательно. Смотрите, какой святой человек, блин. Ну, сфотографировался с превеликим удовольствием. То есть, не исчезал, не убежал. Постоял, попозировал. В радиус с нами поговорил. Спросил, как дела. За жизнь там все хорошо. Замечательно. И, в принципе, вот такой у нас добрый выпуск получился. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Телеграм. Я обязательно каждого проверю, кто подписался на Телеграм. Да. И всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok